Мы занимаемся попыткой создать системную помощь людям в России уже шесть лет. Все это начиналось с инициативы, как сказал Игорь, родственников и врачей. В прошлом году у нас случился очень важный момент, который мы прошли в этом деле создания помощи системной людям с баз в России, и поэтому я хочу, это очень важный был год во всех смыслах, потому что мы чего-то достигли, и мы можем сказать, что вот чего-то мы уже сделали. Вопрос в том, куда мы идем дальше и идем ли мы вообще дальше. И это на самом деле вопрос сейчас к участникам этой конференции, которая с нами оффлайн, онлайн, ну и вообще ко всему пациентскому сообществу и к родственникам пациентов, потому что если мы сейчас вместе какие-то усилия не перед тем, то мы остановимся на вот этой вот серединке. Я бы предложила смотреть, я бы хотела сказать на самом деле коротко о том, что было сделано, буквально вот одним примером, и в этом же формате посмотреть, что можно еще сделать. Какой отсчетный год мы берем, какой отсчетный период я беру в своем, в своем кликер не работе стоит, кликер не работает, не работает кликер. Вопрос в том, что у нас есть несколько вариантов отсчета, что и точки отсчета, когда началась создаваться эта помощь. Почему я вот в контексте этого своего выступления, я, почему беру именно 12-й год, марта 12-го года, потому что именно в марте 12-го года к нам на работу вышел службу БАС, вышел первый врач Василий Андреевич Штопницкий. Вы, наверное, многие из них с ним знакомы. И именно тогда мы начали работать в поле. То есть до этого мы сделали больше такие информационные какие-то проекты, больше делали какие-то консультации, оказывали координацию, там была работа просто такая больше информационная, координационная. А вот в 12-м году уже официально начала работать медицинская команда и мы начали что-то делать. Когда я думала о том, как показать, что мы сделали за эти 6 лет, потому что получается, что 6 лет прошло, то если коротко об этом говорить, просто очень простую взять ситуацию, ну не простую ситуацию, но ситуацию, которая всем понятная и, наверное, сам показательная будет, то мне кажется, что показать то, что те изменения, которые произошли, можно следующей ситуацией. Когда, ну все мы были в ситуации, когда врач сказал, что подтвердил диагноз, да, то есть когда что-то случилось, мы стали в блоке двигаться, там еще что-то произошло, любительский нам человек, социоздоровье произошло, мы ходили по врачам и в какой-то момент мы нашли, дошли до того врача, который сделал все необходимые исследования, сравнил там все документы и вот пришел к нам с плохими новостями. И в этой ситуации единственная, ну нормальная реакция у любого человека, у пациента, у родственника, ну не только в ситуации с базой, в ситуации любой тяжелой болезни. Вот можно с листом отсылать, да. Это вопрос такой ключевой, да, который задает любой человек. А что дальше? Ну, что мне делать? Куда мне идти? Доктор, чем вы мне поможете? Ну, то есть, вы, наверное, мне назначите там в следующий раз прийти к вам, там показаться, еще что-то такое, да. То есть какие-то такие вопросы крутят все время в голове. То есть какое лечение мы попробуем, давайте такой протокол попробуем, вот такой протокол попробуем. Ну, то есть в голове у пациента есть такой вопрос. Что было в 12-м году в этой ситуации? В этой ситуации в 12-м году, если сейчас оставить все там эфемизм в стороне, весь информационный мусор в стороне и взять ситуацию в чистом виде, то любой врач, который тогда оказался в этой ситуации с пациентом один на один, он, к сожалению, мог ответить только один, ну, у меня был только один ответ. Ничего нельзя сделать. Ничего. Даже самый лучший врач, даже самый умный врач, даже врач с самым горящим сердцем, даже если он работал в очень крупной какой-нибудь клинике, там, федерального значения, государственной большой больнице, он, по сути, ничего не мог предложить пациенту. Ну, потому что один в поле него и с таким противником, как вас, ни один врач не может справиться в одиночку, ни один пациент не может справиться в одиночку. Давайте посмотрим, что изменилось в этой ситуации к настоящему моменту. Врачу есть что сказать. Ну, то есть врачу есть куда направить пациента. Это, на самом деле, колоссальное изменение, потому что, ну, я помню, как это было тогда, потому что в нашей семье лепас появился в 2010 году, и, ну, то есть там год мы ходили, долго тоже, как и все, наверное, у нас была попытка понять, что это такое, что случилось там, причем прихрамывание, причем все хуже и хуже и так далее. И поэтому тогда я помню, ну, я помню реакцию врачей, нормальных врачей, которым, ну, некуда было направить, ну, пациентов, и им не было радостно от этого. Вот. И, собственно, на этом я хочу этот этап сейчас закончить. И сейчас, в конце случаях, хочу сказать слава благодарности тем людям, которые, тем организациям, которые были в 2012 году очень-очень много всего сделали для того, чтобы создалась служба вас. Я почему хочу сейчас это сказать, потому что, мне кажется, вот возвращаясь к идее того, что 2017 год был очень важным для нас и переломным для нас. Вот до этого момента мы все время вели отсчет от 2012 года, вот от того момента, когда создалась служба вас. Сейчас, мне кажется, мы будем следующий этап отсчитывать уже от прошлого года. В 2012 году мои искренние слава благодарности Марфу Маринской обители в лице настоятельницы Матушки Елизаветы, которая сделала, ну, лично она очень сильно много тогда сделала для того, чтобы служба вас появилась, появилась, появилась внутри обители. Большое спасибо службе милосердия, конечно же, владыке Пантелеиму лично, который благословил все это начинание, очень много помог, и Марине Васильевой, которая много когда сделала для того, чтобы служба вас, ну, состоялась, потому что это было очень трудно, правда. И там были большие внутренние, ну, как это всегда бывает в больших организациях, там инерция высокая, сопротивление какие-то были, но все равно удалось как-то совместно все это сделать. Очень хочется сказать большие слова также благодарности Марфу Маринскому медицинскому центру «Милосердие», потому что на базе этого центра служба вас начиналась как именно медицинская команда, то есть мы работали на их территории, под их лицензией, и мои личные слова благодарности Ксении Владимирович Коваленок, главному врачу медицинского центра, потому что она взяла на себя тогда очень большие риски, правда, потому что мы делали какие-то вещи, вот там, на грани, и это было, ну, ее такой подвиг, я считаю. И большое спасибо команде, которая была в истоке службы вас, потому что та энергия, тот заряд, который тогда был, ну, то есть мы начинали, когда мы ничего уже не знали, мы просто вот, ну, на пальцах, что называется, пытались это сделать, и врачи из научного центра неврологии, группа врачей тогда очень сильно активно принимала участие и не только врачей из научного центра, сейчас не буду всех временам причислять, но такой энергии этих людей, на самом деле, ну, очень здорово, когда мы стартанули. Поэтому, если вот так вот, ну, на таймлайне смотреть, то вот 12-й год – это отсечка, когда появилась служба вас, и в 15-м году, как уже сказал Игорь, появился фонд же весь час, я сейчас не буду об этом долго говорить, потому что это просто, ну, в контексте, опять же, это выступление, это очень важное событие, но давайте двигаться дальше, время терять. Что произошло в 17-м году? Почему я считаю, что 17-й год – это был год, ну, для нас очень важный такой рубежный, потому что в течение 5-ти лет мы, ну, как я уже сказала, мы начинали на ощупь, да, то есть мы примерно понимали, что надо делать, мы знали, какие есть гайдлы, руководство по поведению пациентов, как в мире помогают людям спас в разных странах. Мы смотрели много на международный опыт, на те страны, где нам казалось, ну, как-то сделано максимально правильно, максимально человечески, и в течение 5-ти лет мы пробовали, экспериментировали, делали, внедряли этот опыт в наши российские реалии, которые, ну, совсем другие, чем в западных странах, и накопили какой-то объем практики клинической для того, чтобы приложить ее в какие-то документы, и эти документы могли бы стать основой для того, чтобы развивать эту помощь дальше по всей стране. И в 2017 году мы написали клинические рекомендации, ну, при участии фонда были написаны клинические рекомендации по введению в Центр СПАС. Этот документ уже был одобрен в Гадиминал. И сейчас он находится в утверждении Минздраве. И, конечно же, там, ну, все наши идеальные модели заложить туда не получилось, безусловно, потому что жизнь, практика, наша система здравоохранения, наши все эти сложные, практические, весь этот организм вносит свои коррективы. И, но, тем не менее, по сравнению с тем, как это сейчас, ну, это, на самом деле, такое большое революционное изменение. И если мы сейчас внесем, если Минздрав утвердит эти клинические рекомендации, то это уже будет, ну, такой документ, на который мы можем официально совершенно ссылаться, и к Центу могут ссылаться, когда они получают помощь в регионах, там, и так далее. То есть это очень важный, важный для нас рубеж, когда мы тот опыт, который мы накопили, транслировали в документ серьезный, который может стать основой для дальнейшего развития. Помощи людям с БАС. Не фонда, это служба БАС. Развитие помощи людям с БАС в нашей стране. И давайте помечтаем, ну, допустим, 25-й год. Допустим, ну, я не знаю, это просто красивая цифра 20-25. Что может измениться в этой ситуации, когда врач ставит диагноз пациенту? Мне кажется, что, ну, я бы мечтала вот о такой ситуации, да, чтобы врач, во-первых, он был бы в любом городе, в Казани, в Екатеринбурге, в Владивостоке, не важно где. Во-первых, там должен быть врач, который в состоянии адекватно поставить диагнозы. И, во-вторых, там должна налажена быть система помощи людям с БАС, потому что служба БАС, она, ну, она, это здорово, что она есть в Москве, здорово, что она есть в Петербурге. Но это небольшая структура, которая сейчас существует на благотворительные средства. И никакие благотворительные средства не сравнятся по объему с тем, что может сделать внутри системы здравоохранения государственной, да. То есть, никогда мы не сможем собрать столько денег, чтобы помощь была доступна во всех городах нашей страны. Это можно сделать только, если использовать систему здравоохранения для того, чтобы она как-то развернулась лицом к людям. И сейчас, ну, есть уже какие-то предпосылки для того, чтобы это изменить. Поэтому, я думаю, что вот если на этот таймлайн дальше смотреть, то к 25-му году, ну, или там, к 30-му, я не знаю, какому, ситуация должна измениться. Потому что, ну, я не себя, ну, и для фонда, и вам предлагаю смотреть на это как на некий вектор, на некую точку, в которой надо просто идти. Почему нужен вектор? Потому что когда ты когда-то идешь, у тебя всегда много соблазнов повернуть там направо, налево, сделать вот так, а давайте им сейчас служба здесь откроем, найдем там деньги и так далее. Но это всегда какие-то отличающие вещи, которые сбивают тебя с вот этого центрального магистрального пути. И поэтому мне кажется, что если мы сейчас в резолюции конференции есть этот пункт, если мы сейчас с вами вместе все решим, что мы хотим, чтобы через какое-то количество лет ситуация изменилась, и что те люди, которые придут после нас на эту войну, уже оказались в другой ситуации, то, ну, мне кажется, что есть смысл вот как-то всем вместе захотеть и что-то поделать в эту сторону. Конечно же, естественно, рационально мыслящие люди скажут, не, ребята, это невозможно, просто так не бывает, потому что кто такие мы, кто такая система здравоохранения, это же невозможно сделать, там же есть какие-то большие люди, там есть чиновники, там есть Минздрав, есть президент в конце концов, вот пусть они все меняют, у них есть для этого ресурсы, а мы маленькие такие, ну, что им можно сделать. На этом у меня есть три контраргумента, даже не контраргумента, три комментарии на нормальную реакцию человеческую. Первый мой комментарий, точнее, нулевой мой комментарий, моя любимая фраза, девиз моей жизни, которую я сначала писала, не стала стоять, потом решила все-таки сказать еще раз. Есть у меня любимый хоккеист Олин Грецкий, который, ну, просто прекрасный хоккеист, но еще много цитат всяких разных ходит по интернету его, прекрасно. И вот моя любимая, это из 100 шайков, которые я не бросила, все 100 мимо ау. Вот, поэтому я считаю, что если мы не будем пробовать, у нас точно ничего не получится. Если мы попробуем, ну, может быть, получится. Но, возвращаясь к делам, когда мы в 2012 году начинали службу БАС, то мы, ну, очень много тогда обсуждали, там, спорили, думали, как это сделать, где найти ресурсы. Ну, в общем, такая, очень такая была активная тогда работа. И я помню, что мы говорили со страхом, глядя в глаза друг к другу. Ой, как было бы здорово, если бы при БАС можно было назначать морфин при одышке. И иррациональные мысли еще люди говорили, нет, ребята, это невозможно сделать вообще. Ну, то есть это не бывает. В нашей стране нельзя давать морфин даже пациентам, у которых сильные боли. Какая одышка, о чем вы? А в 2017 году осенью, в октябре, случилось невероятное. Мы теперь на базе больниц свидетелей Алексея, где живет наша служба БАС, можем выписывать официально людям во всем при одышке. Вы не представляете, насколько, ну, сложно было этого добиться. Да, это просто пример. Один из вот этих вот многочисленных, потому что вот этого всего не было и нет в системе государственного правоохранения до сих пор. Второй мой комментарий такой. Есть такая иллюзия, что в западных странах, в развитых странах, там все хорошо, там не надо было ничего делать, там все было прекрасно. Это цитата с сайта Австралийской ассоциации помощи больным БАС это одна из самых таких мощных ассоциаций в мире, где помощь людям просто вообще космическая совершенно с этим диагнозом. И вот жена в ценностях вспоминает, как после первого года у мужа поставили диагноз, к ней пришел тоже, если доктор сказал, ну, давайте же что-то делать. То есть в восемьдесят первом году в Австралии и сейчас просто космос в плане помощи людям в БАС не было, ну, практически ничего. То же самое, и мы разговаривали с коллегами из британской ассоциации, то же самое было в Британии. А знаете ли вы, что Стивен Хокинг, недавно умерший физик, который болел БАС, что через десять лет после постановки диагноза ученые всему миру собирали деньги на электроколяску, потому что он не мог получить электроколяску из системы государственной. А знаете ли вы, что его не пускали в оперу, потому что там ничего было не адаптировано. И, ну, то есть там еще 30-40 лет назад в этих странах ничего не было, ну, было примерно как у нас. И там ситуация изменилась, поэтому я думаю, что у нас она тоже может измениться. Наконец, рациональный аргумент. В этом году, ну, недавно были новости, сейчас государство очень много денег выделяет на палеоативную помощь. И вот 4 миллиарда 350 миллионов рублей дополнительно к бюджету выделено на развитие палеоативной помощи в России только в этом году. И в своем послании президент сказал, что эта помощь будет расти, объем помощи будет расти. Давайте не будем бояться слова палеоативной. Здесь очень важный момент, потому что палеоативной это не значит, что человек прямо вот все, сейчас пойдет и умрет. Палеоативная помощь – это помощь, которая направлена на повышение качества жизни человека. Да, то есть если обычная медицина борется за жизнью посредством, то палеоативная помощь делает все эти подпорки, подставляет, чтобы жизнь, ну, сохранять как можно на более высоком уровне. И еще 3 миллиарда 800 миллионов рублей выделено на помощь инвалиду. как можно сделать, как мы сделать эту стену, китайцы кто может построить. У меня есть предложения, ну, идеи. во-первых, нужно, чтобы этот процесс, ну, кто-то координировал. Я думаю, что фонд может и должен, наверное, стать тем координационным центром, который будет вот эти процессы все настраивать в плане внедрения помощи в систему государственного здравоохранения. А, конечно же, нужна рабочая группа. Для того, чтобы, ну, как бы, работа шла. Поэтому, если есть желающие в эту группу войти, то, пожалуйста, входите, дайте знать, подойдите ко мне еще кому-то в течение этой конференции, напишите нам. Нужен план. Без плана ничего не будет. В плане должно быть написано, что нужно изменить, какие сроки, кто за это отвечает. И нужно финансировать. Потому что, ну, понятно, что надо предоставить экспертов, нужно, чтобы все это шло системно и так далее. Для этого, ну, деньги нужны. Кроме благотворительных денег, мы никаких денег не добьемся, не получим сейчас, для того, чтобы вот эту группу финансировать. Поэтому, я хочу сказать, продолжить мысль Игоря о том, что, дорогие друзья, если пациенты не будут включаться в эту работу, если родственники пациентов не будут включаться в эту работу, то вот эту стену мы никогда не построим, мы эту гору никогда не сдвинем. У нас все так и останется на уровне службы БАС в Москве, благотворительные службы БАС в Петербурге, которые классно работают, это отличные команды. Но, друзья мои, это Москва и это Петербург, это два города. И, ну, есть пределы какие-то в плане, ну, помощи, да, то есть, которые могут указать врачи совершенно бескорыстные, такие подвижники на самом деле большие. И здесь вот я тоже хочу сказать спасибо еще всем тем людям, кто в течение этих лет и развивал службу, и помогал службе, и тем двум командам, которые сейчас работают с ассоциентами в Москве и в Петербурге. И это было такое небольшое реческое отступление, не забыть сказать спасибо, потому что на самом деле я очень благодарна, конечно, ребятам за то, что они делают. И сейчас после моего выступления всегда хочется, ну, какой-то конкретики, да, какая-то рабочая группа, какой-то план, какое-то финансирование. Мы подумали о том, что мы можем предложить людям, которые вот сейчас в этой ситуации вас оказались, да, чтобы что-то сделать. Можно делать какие-то большие дела, ходить там в Думу, переписывать законы и так далее. Можно, дай это, Полиночка, сейчас. Можно, а можно делать небольшие дела, потому что океан, он же из капелек состоит из маленьких. Ну, то есть, в принципе, если много-много людей сделают какое-то маленькое дело, небольшое, там, какой-то маленький фандрайзинг, привлечение средств для того, чтобы вот финансировать такие проекты, какие-то небольшие там акции, просто прийти на, вот, конференцию, прийти, написать в Фейсбуке, что есть такая проблема у людей, что, ну, и так далее. То есть, если таких людей, вот, 8 тысяч, правильно, из вас, или, там, 10, сколько, я не знаю, мы еще точно не знаем, в нашей стране, каждое какое-то маленькое дело сделать, вы не представляете, какая-то волна, это будет цунами просто, да. И поэтому здесь нужно, мой пламенный призыв ко всем, что-то делать. И если вот сейчас, опять же, так резюмировать, да, что за эти 6 лет было сделано, и кем это было сделано здесь, очень большой драйвер в этих процессах – сами пациенты. То есть, там, когда-то на первом этапе там была я одна, потом присоединились, присоединилась Лариса Бресенко, потом Даша и, ну, другие родственники пациентов, сами пациенты, Таня с Игорь, Таня с Пашей, ну, и так далее. То есть, есть сейчас потихонечку вот эта пациентская сила внутри фонда растет, и она должна стать больше, ее должно быть больше. В конце концов, фонд существует на те деньги, которые сейчас приходят от семьи, где тоже был бас. И если бы не было этой поддержки, и тут мое тоже большое спасибо Тане с Ильей, то мы бы сейчас тут с вами не сидели и не строили планы на 25-й год. Поэтому надо понимать, что деньги не лежат в тумбочке, не сыпятся сверху, нет ни откуда-то. Но если мы хотим что-то менять, то мы должны что-то делать сами, не сидеть и не ждать, как нам кто-то придется. Вот. На этом, наверное, да, я хочу сказать, что у нас нет двери в Бонде, у нас просто вот, заходите, все открыто, мы открыты абсолютно для каких-то совместных проектов, каких-то идей. Пожалуйста, приходите. Мы все здесь. Как приходить? Можно звонить, писать, не знаю, вот общаться с вами здесь или на другую. Это нельзя сделать. То есть, бывает лаборатория хороша тем, что там идет какое-то время бурление, какое-то громское движение идет. Но когда ты уже что-то сделал в рамках лаборатории, да, ты нашел какой-то рецепт, а дальше начинается другой этап. Этап тиражирования этого рецепта, этап какого-то, ну, работы, какой-то на конвейере, условно говоря. И для этого этапа вот в лаборатории нужны такие творческие люди, которые борода на рабочем столе, но зато их сила в том, что они вот генерят какие-то идеи и не боятся их вообще генерить, не боятся думать о каких-то таких вещах, не боятся пробовать и так далее. Но в системных вещах нужны другие немножко люди, то есть нужны люди структурно-рационально мыслящие, имеющие очень большой такой запас энергии, которые могут все это громское движение привести в порядок и на благо его как-то трансформируют. Вот мы сейчас вышли за рамки лаборатории в фонде и начинаем уже вот с момента, когда мы там начинаем уже вступать в диалог по поводу клинических рекомендаций Минздрава, там уже требуется, конечно, системный структурный подход. И поэтому мы стали искать людей. Потому что мы поняли, что внутри себя это бесполезно найти человека, который вот такой был творческий, а сейчас вдруг пас и стал такой профессиональный мыслящий, такой структурный. Вот так не бывает. Поэтому мы стали искать людей на стороне. И мы нашли директора фонд, прекрасного совершенно, очень я рада, что мы нашли директора, Наташу Луговая. Наташа за 4 года работала в благотворительном собрании все вместе. Это такой, не знаю, как сказать, упростаюст благотворительных организаций, наверное. Вот. И за 4 года я просто наблюдала, что происходит все вместе. И я своими глазами видела, насколько качественно, очень сильно изменилась эта организация. Вот. Поэтому сейчас мы передаем эту лабораторию Наташе на руки. Лаборатория, конечно же, остается тоже там внутри этого большой истории. И там будет свое бурление, будет свое кипение, как это всегда бывает. Вот. А у Наташи такие вызовы сейчас стоят для того, чтобы наладить это все и чтобы все это вот заработало. И мы туда двинулись в этот 25-й год. Вот. И Наташа, с Наташей вместе пришли девочки в фонд. Ну, сейчас тоже, наверное, пару часов тоже скажут. И вот даже то, что сегодня все здесь организовано, это уже будет новая команда. Так что передаю микрофон. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok